Доброго времени суток, с вами Дадил Арышкин и мы в Питере. Продолжение следует... 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 мы решили зайти в заведение «Толстый фраер», пивоварня «Толстый фраер». Нам его советовала Мила. И здесь есть следующий сорт. Как изысканные любители пива, будем сейчас пробовать данные сорта. Произошел небольшой конфуз. То пиво, которое я снимал изначали, его у них нет. Поэтому мы будем пробовать пиво от их пивоварни. У вас по корню слуга будет пробовать «Иппу». Вот эти ребята будут пробовать «Портеры», а ты имел красный «Эль», да? В общем, надеюсь, «Антабд» пропустит это пиво. Посмотрим на оценочки. Я всех ребят сегодня задолбал этими съемками. Мы сейчас пьем за отпуск, за что? За встречу, за переезд. Ну, не наш «Ипп». И дегусируем пиво за пиво и за все хорошее. Не обращайте внимание. Это очень специфичная «Иппа». Это какое-то мыльное пиво. Я подозреваю дефект, но, надеюсь, нет. Утро покажут. Вот. Читайте обзор в Антабдере. А нам приятного аппетита, приятных бонусов, пива и ждем основные блюда. Потом гулять. Как говорит Мила, это Исаакиевский собор. Будем верить. Мы, кстати, довольные вышли из нашего пивного ресторанчика, бара «Баба», как его, «Толстый фраер». Домашнее еда, домашнее пиво более-менее нормально. Серебряные люди пытаются меня убить. Господи, приехала уже, атакую. А тут колоночки. Нет, JBL. Из них не играет музыка. JBL, купи, пожалуйста, одну из этих колоночек и сделай здесь Тусева. Вот для нее специально. Да. Играй музыку. Проехав тысячу с лишним километров, один из баров наших пивных блогеров был сейчас посещен. Пиво там было закуплено. А теперь мы возвращаемся со своими усталыми ногами домой. Вот с этими ребятишками. С пивом, который вот тут. Покажем дома. Работаем. Вот столько сегодня ходили. Хотя, если верить вот этим людям еще больше. Ну-ка. 28 тысяч шагов. Направляемся к дому. А что нас ждет дома? Что-то. Надувной матрас, кошка и та еда, которую мы сейчас будем покупать и заказывать в местечковых магазинчиков. Микрорайон под названием Парнос. Помнишь, такая партия была? Вот она теперь дома. День. Удачный день. Продуктивный. Еще таких два с половиной дня. Пожелаете нам удачи, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Нет. День второй начался. Нашего путешествия по славному городу-герою Санкт-Петербург. У нас какие планы на сегодня, помимо того, как изучать и смотреть вот эти замечательные волосатые прысечки под названием Верба? Ну, в общем, да. Какие у нас планы, милочек? Мы идем в кафе, где оно находится, я уже забыла. Нужно ехать, а потом еще ехать. Вот. В общем, сегодня у нас день тисканье кошек. И под этой гидой он, видимо, весь и пройдет. Возможно, посетим еще камеру уродцев, именуемую Кунсткамерой. Вот. Ну, в принципе, вы в любой детсад зайдете, вот он, Кунсткамера. Куда мы пришли? Водка. Постараемся не шуметь, потому что здесь очень тихо играет, редкая музыка, живое. А вон там кошки. Читную сладьку. Читную сладьку. Читная сладька. Здорово, бандит. Ну и что, Дягой? Ну и что, Дягой? Ну и что, кто любит камеру, кто работает на камеру? Вот этот бандит с голубым аженником. Ой, ты какой. Ну все, лег. Меня захватил этот бандит. Мил, расскажи людям, куда мы сейчас идем. Сейчас мы идем в планету Нептуна, он же океанариум. Смотреть на рыб, которые должны умирать в море, а умирают в городе. Вот так. И вот эти ребята тоже будут на них смотреть. Короче, ребятишки, дошли мы до акеанариума. Вот там у нас крокодил. И всякое разное, которое находится во всяких разных. Креветки. Это креветки. Ну, неприкольно было бы это. Это из разряда мы вышли все из воды, мы в нее и должны вернуться. Мы вышли из акеанариума и направляемся куда? Куда бы вы думали? В бар к замечательным блогерам, к Денчику и Лешечке. Лянусь, я все уберу. Мил, ты там будешь что-нибудь убирать? Нет, я же не лянусь. Вот так вот. Будем пить их пиво, будем тапать их пиво в их тапруме. И таким образом заканчиваем сегодняшний прохладный денечек. Потому что с погодой повезло меньше, чем вчера. Все в тучах. Ну, как тучах, в облаках. А наш гид Влад с Юлей ведут нас туда, где мы будем сидеть. Да, Влад? Да, Влад. А вот, ребятушки, мы пришли туда, отчасти из-за чего мы тоже ехали в Питер, как любители пива. В бар к нашим любимым пивным блогерам. Сейчас пойдем дегустировать. Да, ребята? Короче, находимся в баре, в ТПП. Потребили уже по два бокала. Нормально. Вот этим ребятам все понравилось. Этой женщине тоже все понравилось. Пьем наш русский перец. Там Денчик читает лекции про пиво. Леша сегодня нет. Но так как мы ненадоедливые люди, мы не лезем со своими телефоном и с просьбой сфотографироваться. Или ссыкуем. Нет, мы ссыкуем или мы ненадоедливые люди, понимающие. Мы понимающие. Thank you, Bob. Какие у нас дальнейшие планы, ребята? Собрать настольную игру, которую мы в Штутком бронировали и бежать домой. В общем, если вы ее слышали, вот такие у нас планы. А сам бар приятен, такой, ну не домашний, но уютненький. Короче, будете все интересно. И захотите вкусного пива и приятные атмосферы, заходите. Вот. Ребят, за эту бесплатную рекламу бесплатно пиво. Замучили бантика. Сделай мотоцикл. Злой бантик. Наступил третий день нашего похода по... Хотел сказать по Турции. По Санкт-Петербургу. Двое из нас куда-то делись. В общем, наши гиды сегодня не отдыхают, а мы своим пешкодралом куда? Сейчас идем за булками и за кофе, чтобы до конца проснуться, хотя уже вторая половина дня. И все-таки будем смотреть на уродов, потому что вчера не получилось. Вот. Вчера был пивной день с поиском настольных игр. Как-то так. Так что скоро будут уроды, кофе, булки и продолжение пешкодрала. Да? Да. Вот так вот. Ребят, мы наконец-то нашли уродов. И это не тренды Ютуба. Вот они. А это большая вешалка. Очень большая вешалка. Я бы на нем шляпу хранил. Коля, Коль, Николай. В очередной раз прогуливаясь, мы обнаружили то, что Питер это не город, в котором нужно пить, не город разводных мостов или вот таких храмов. Это город лошадей. Вот этих вот бесящих всех, пристающих ко всем лошадей. В общем, если вы зоофил любящий лошадь, вам точно в Питер. А если вы нормальный человек, то, блин, насерегайтесь, пожалуйста. Это реально раздражает. А так город хороший. Короче, ребята, так как мы в Питере, и помимо употребления пиртических квадрюблей, мы должны попробовать их шаверну. Тестим. Ребят, угадайте, где мы. Везде. Вот вы думаете, здесь, наверное, я не знаю, трубы сваривают? Нет, здесь где-то пиво варят. Мы уже какой час пытаемся добраться до пивоварни Айвбрю. Мы зашли просто в зеркальное отражение ануса Санкт-Петербурга и до сих пор еще не на месте. Зато здесь есть доктор Бубновский. Ну, как бы уровень. Что ты скажешь? Продолжаем движение. По факту нам, в принципе, осталось где-то минуту пять, максимум десять до замечательного топрума от Айвбрю. Не дай бог, суки, не работают. Я буду ссать и поджигать мочу, чтобы сжечь их в пивоварню. Ребят, если вы это смотрите, не обижайтесь, но как бы, вот. Работаем. Ну что, какой здесь красивый эхо. Добрались мы до топрума от Айвбрю. Сейчас будем начинать употреблять свои напитки. Перебрались в бочой зал. Вот как-то так атмосферненько. Сейчас быстренько пройдемся по остальному антуражу и будем закругляться с видео, чтобы уходить с одним немного насладиться вечером. Да, человечек? Да. Время насладиться вечером. Человечек будет наслаждаться Киззэдастом, а я Саур Иппэ с Гуавой. Вот как-то так. Давайте небольшая экскурсия. И вот здесь у них, опять же, еда, которую для них готовят. Китайская. Ну а здесь основной зал. Соответственно, вот сам топром. Вот как-то так это все и выглядит. Ну и туалеты. Туда без вас. Короче, ребятки. Вот. Вот. О чем говорили, что снаружи не показали. Стоим, мерзнем. Пьем, пьем Берлин Уайзен. Я уже заговариваю. Будь здоров. Да. Вечер продолжается в холодном Питере. В врачном холодном Питере. Ну а нам это по кайфу. Да, Милочка? Да. Вот так. А сейчас мы будем играть в баскетбол в топроме Айвбрю. Вот этим. Ну что, вот и подошли наши дни питерские к концу. Загрузили багаж на вокзал. Сейчас у нас есть примерно полтора часа, дабы прогуляться, взять себе еды в поезд и отправляться из славного города Санкт-Петербург в более славный город Нижний Новгород. Вот так-то. А то в монтаже вы будете смотреть. Ну как вы, мы. Давайте помашем мурочкой. Пока. И вот эти вот, ребятки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...